Привет здесь Да, да, все нормально Пускай Так, раз, два, три, здорово, всем всем привет Сегодня у нас такой быстро начатый стрим Будет он только на твиче, в прямом эфире, на ютуб Наверное, потом выложу, потому что только прискакал, только прибежал с работы Еще ничего не успел подготовить, подключить Но лететь уже пора, затягивать-то уже нельзя Как-то так это, если все по-быстренькому Ну а как что получится, как что выйдет, мы, конечно же, посмотрим Все выставили себе все свои показатели Все в пределах нормы, все в норме Ну все, начнем Сегодня у нас круги, все то же самое Я со второй кабиной, все то же самое, что было в прошлый раз Пять кругов и отбой Фонарь закрыт, я закончил Все готов, запрашивай, поехали По восьмой рулению Ну, лучше говорить, выруливаю По восьмой выруливаю Давай сорвать Восьмой понял Сжимаем тормоза Потом снимаем со стояночного Выводим 90 Проверяем, держит, не держит Все, убираем 80 Отпускаем тормоза И помни, что я тебе говорил, как мы их проверяем 80 будет достаточно На рулении Педальки только мы все параллельно держим Да, зачем мы сейчас, что делаем Все, отпускаем тормоза Катимся вперед Все, катись Педали параллельно Педаль покатится Зажимает тормоза До остановки Все, никуда его юзом не ведет Ни влево, ни вправо Значит, все в порядке По манометру тоже все в порядке Все, поехали 12 на первом 300 Здравствуйте Видишь обороты у тебя вверх-вниз Вверх-вниз Это же не ты их дергаешь, правильно? Добавь плюс-минус 2% Чтобы вот этой херни не было Либо чуть больше, либо чуть меньше Не давай ей останавливаться Зачем ты ей даешь останавливаться? Качнул тормозами Отпустил Качнул, отпустил То есть задал импульс Разворот И все И она дальше идет Начала утаскивать Зажимай просто педаль Ну, там, твист И оборотики на малый газ Куда ты так разогнался? Малый газ Тогда это ей поехать Потом ты ткнешь свою педаль Дай ей поехать Не бойся Дай поехать Еще дай поехать Иначе ты так и будешь Волочиться Туда-сюда Туда-сюда Вот на этой скорости Уже можешь рулить И убирай обороты Малый газ Когда стронул ее Не оставляй обороты Прибирай их А то он так и будет Стремиться разогнаться Вот и все Вот так катись По тормозам Практически не работает Зажми педаль Вот эту Все, видишь Тихонько-тихонько Она подруливает Отпустил Так, Жень Напомни, пожалуйста На взлетную По кругу 600 Спасибо Вы посмотрите На взлетную По кругу 600 Дай поехать Сам держи педаль Эту левую Держи педаль Дай ей поехать Просто Пускай едет Пускай едет Я говорю Пускай едет Пускай едет Пускай едет Пускай едет Криво едет Как начнет катиться Тогда раз Тормознешь Она тогда встанет на место Прибирай обороты Су-12, треверс Су-12, треверс Су-12, треверс Су-12, пока вы шеете Су-12, понял Сейчас вообще не надо педальки Убирай обороты Убирай обороты Запрашивай обороты Запрашивай Достаточно, когда она выравнивается У тебя она никак не может выравниться Выводим 90, включаем свет Проверяем закрылки Проверяем курсозадатчик Да, все у тебя настроено Ни хера у тебя не... Ничего у тебя не настроено Ну, только курсозадатчик Сзади уже борт спину нам дышит Можно было все на стоянке сделать Сначала выводим 90 на тормозах, да? И давай-ка, переставай волноваться Работай как положено Включаем обогревы ПВД Включены Все, он тебе дал добро Включаем часы И обороты максимал на тормозах Я не слышал, дал? Ну, по-моему, дал Переспроси, если что Ты мне ответь Вадим ответ Смотри, вот сейчас залетишь И тебе расскажу 112 на втором шоссе. 12 раз, второй. 112, понял. Ну где? Оу! Почему так резко? Что тебе мешало раньше-то ее поднять? Ого. Смотри, мы максимал для чего выводим? Для того, чтобы проверить работу двигателя. Как она проверяется? Вывел максимал, держишь на тормозах, проверяешь давление, масло, давление, топливо и температуру газов за турбиной. Я даже температура газов сейчас за турбиной не успела ну так скажем дойти, да? Как ты уже отпустил тормоза. То есть ты сначала посмотри, сколько будет максимальное на максимале. И после этого уже отпускаешь, когда убедишься. Че с носом? Куда он тебе поехал? На 600, окей. Че с оборотами? Че с скоростью? Че с скоростью? Че с скоростью? Че с скоростью? насчет расти если обороте приберешь лишь уже 360 вот после кривых вроде не сильно отстал дергать сейчас посмотрим посадки смотри во время посадки я пока но пока летим эти особо не подсказываю надеюсь уже более менее научен начнутри во время посадки на глисаде очень важно соблюдать скоростной режим таким он должен не просто так заданные на снижение до дальнего 280 над дальним закрылками 44 260 ближний это 230 в штиль да ну при сильном встрече 240 по может вообще 260 230 над торцом 210 почему так происходит потому что если у тебя будет скорость повышена тебе придется ручкой задавливать его вниз почему потому что высокая скорость он будет стремиться уходить от глиссады выше он будет стремиться идти с перелетом то есть как бы полоса торец будет стремиться утик тебе под капот тебе придется его задавливать в момент выравнивания на повышенной скорости тебе придется работать и ручкой с одной стороны интенсивнее, потому что ты ее задавливаешь, с другой стороны аккуратней, потому что эффективность рулей на большой скорости достаточно высока, ты очень рано готовишь выпуск. Значит, придется, возможно, взмывание, возможно, козление на повышенной скорости при посадке на повышенной скорости и так далее. Поэтому соблюдение скорости на глиссаде, это очень важно. Поэтому давай сейчас все основное внимание, это на скорость. Все, уже давай, выпускай торец. Сразу же триммируемся, обороты 90. Понял? То есть запомнили мы, да? Выполнили. Мы сейчас идем очень узко. Ты видишь, мы над серединой населенного пункта проходим. Должны аж вон там проходить, правее, да. То есть сейчас где-то у нас 4,5-5 километров. Так вот, да, что выполнили третий, обороты 85, выпускаем закрылки, да. Сразу же скорость 280, снижение и поддерживаем скорость 280 обязательно. После того, как подошли к четвертому, да, выполнили четвертый. Выпускаем закрылки 44, скорость 260, обороты 95. Начинаем и следим за темпом роста либо снижение скорости. К ближнему у тебя должна быть скорость 230. К торцу 210. И в идеале, в идеале, ты не должен трогать обороты от дальнего до торца. Практически их никто не трогает. То есть если ты, ну, с опытом это придет и установил обороты, я у меня у самого не всегда это получается. Установил обороты и, по идее, этих оборотов будет хватать для того, чтобы как раз четенько снижать, снижалась у тебя скорость, если все делаешь правильно. Какая у тебя работает ТРК на третьем? На третьем шасси выпустил конвейер. На ютубчик нет сегодня. Не стримлюсь сегодня, не успел я подготовиться. Не успел. И смотрим горизонт, да. Скорость должна быть 300 у нас, а не 350. Во время с выпущенными шасси, тем более. Высота, смотрим, чтобы не падала со скоростью 4 метра в секунду, как сейчас. То есть горизонтик у тебя должен течь носик по горизонту. Ну, то есть ты не должен ни набирать, ни спускаться. Это порядка 2,5 градусов. Ну, сейчас окей, с шасси там порядка, наверное, около 5, около 7, около 4 градусов. Подходит в момент вывода, да. Вон они, трубы у нас, видишь, дымят. Вот на эти трубы ты выводишь. Сразу же закрылки, обороты 85. Гасим взмывание, скорость 280 должна быть. Пока идешь, куда ты так снижаешься далеко? Куда ты, 8 межиметров. 4,5. Колосы видишь? Да. Все, определяешь момент. Вот уже у тебя 400, да, скорость, смотри, какая у тебя. Должна быть какая. 280. И полетели мы куда? Опять в колоссистый, да? 12 на первом 300. Все, все работы с прибором должна быть беглая. Глянул, сфотографировал у себя, запомнил, анализируешь, смотря на полосу, на внешнюю, за фонарь. Глянул на АГК, анализируешь, пока смотришь за фонарь, смотришь на полосу, готовишь. Запрашивай с проходом к первому 600. Или с проходом к первому, он тебе сам высоту даст. Давай смотришь с проходом к первому. Обороты максимал. Обороты максимал, убираем шасси. Убираем шасси. Убираем закрылки. Наборчик. Очень долго мы, на скорости 230 выводить из четвертого категорически нельзя. Ой, ну да, и на скорости, и на высоте у нас. Скорость-то подзаравняли, а высоты стало 200 метров. 600 набираешь, идем к первому. Все как при взлете, так же, идешь спокойно, ни за что не переживаешь. Желательно над полосой, куда ты, куда носик пошел у тебя? Че с носиком? Че со скоростью? Сейчас выровняюсь. Скорость у тебя какая. Нос опять пошел вниз. У меня такое ощущение, что ты как это, знаешь, как будто вниз там, на ноги. Знаешь, когда нам учатся водить машину, чтобы переключить скорость, смотрят на этот рычаг, или там на педаль, как на сцепление он там выжил, не сцепление. То есть понимаешь, о чем я, да? Или как бы ты сейчас на мотоцикле учишься ездить, ты бы смотрел там на педальку переключения скорости, например. То есть приблизительно то же самое, скоростей там. Да, то есть и вот сейчас такое же ощущение складывается, что ты как будто залипаешь на одном, у тебя куда-то из дороги поехал, пока смотришь там на педаль сцепления. То есть такая же стигня. И скорость, смотри, у нас. У нас обороты 83, скорость 320. Должна быть 350, с оборотами 85-87. Где-то вот сейчас будем пролетать над этой дорогой, которая пересекает нас под прямым углом. Запросишь первый. Но скорости у нас не та, и высота, смотри. На первом 600 надо запросить, да, потом выполнять. Так, и следим за скоростью. Пошла интенсивный рост, скорость. Уже 370. На втором 600. На втором 600. На втором 600. Садунас, это траверс. Садунас, это траверс, я так понимаю. Садунас, я не понял. игры с практикой со временем ты привыкнешься ко всем вот этим таймингом привыкнешь в какой момент она замывает привыкнешь как интенсивно смывает высота смотри привыкнешь что происходит после того как ты вводишь там входит того что чуть ли не закрытыми глазами высота чуть ли не закрытыми глазами будешь определять там чисто по моторике крем плюс минус там 5 10 градусов да то есть вот это то насколько нужно сдвинуть ручку чтобы ввести в третий разворот это все придет просто со временем не надо бояться что сейчас что не получается так по высоте добирай почему-то тебя куда-то тянь чё с триммером может у тебя триммер вот этому по крену ты тоже тримируешься что ли зачем потом я коллегу да по крену не торговал а крену у тебя не в нейтрали это точно вводи вижу что части крен и тангашки куда-то затримирован куда я пока не понимаю что остальное маска вырвозишь тебя влево кренит куда-то и мы опять узковато чуть-чуть идем поэтому забирай где-то 272 и участок должен лететь на северную окраину того населенного пункта что перед нами вот на него я ориентируюсь от него уже можно будет стать там например на обратный посадочный ориентироваться уже эту электростанцию если ты ее видишь конечно знать что там как по системе я не вижу и населенного пункта но электростанции по памяти где-то мне показывают окей значит опять я повторяю посмотришь стрим я тебе показывают тот зеленый пункт сейчас обвожу который необходимо которому необходимо идти вот он у нас сейчас 11 часов слева а то есть деревья ну все опять же зависит от настроек вот у меня его хорошо да это некий такой островок с деревьев которые растут на этой деревушке сейчас чуть-чуть левее возьми что 280 это много 272 мы хотели и не включая выключи нахер эту посадку все так ты едешь ты идешь по визуальному кругу ты вообще сейчас может ходить без аэр-каза шахса выпуска из всего и только высота смотри уже минус 100 ворот 90 сейчас даже больше добавляю добавляю в воде его в набор момент 150 уже почти ушли посаду высота добавляя оборот 95 добавляю величие обороты величие набор вот я сейчас слева электростанция виша должна быть справа видишь электростанции но лесополоса тебе и тоже обвожу если будешь потом пересматривать стрим должна быть справа по правому борту то есть потому что мы шли не 272 280 почти то есть мы сейчас идем немного широковато высота ворот 90 как раз упадет до 300 пока ты наберешь обороты вырубит нахер посадка так высоту добрали обороты еще раз повторю тебя высокий оборот на скорость упадет выкладывай этим шоссе выпустил конвейер это что значит по команде значит по команде говори понял скорость то есть не уходим пока по команду конечно скорость устал пока маль значит бортик какой-то заход с которым можем скажем так сойтись так как третье сейчас протягиваем поэтому и понял и начинаешь заход сразу не уводи его вниз зачем вниз выводишь идешь скорость 300 горизонт высота 600 крен 30 сразу после вывода из 3 не переводив спуск потому что много протянули 3 а в целом те же самые 120 градусов разворота то есть курса задачи должен смотреть на тридцатку по внешней шкале скорость об куда ты куда ты крутишь дальше куда крутишь весь на 130 развернулся должен был на 120 не надо уже этих манипуляций и высота осмотрю тебя попал зла куда опускаем закрылки до переводим на снижение обороты пока 85 опорный переводим на снижение со скоростью 45 метров в секунду определяем момент 4 обороты добавляю вещь я уже 270 добавляя не бойся всего 90 поставил наблюдаешь за темпом на нарастание или убывая ну угасание скоростью сильно не надо 4 метра держи 5 даже многовато будет и до того что уже скорость у нас высота вернее 400 лишь скорость у нас стало какое 290 да то есть надо по один процентик прибрать вот так и сейчас высота прибери немного убавь снижение ну рассчитывай как ты рассчитываешь только не надо зачем-то закладываешь сразу 30 скажи вот то есть закладываешь крен таким чтобы выйти в створ все вышел створ выводишь искренне да придержи немножечко по снижению не надо со снижением движка скорость 300 лететь тебе еще порядка трех километров за три километра снизишься до 150 и держи немного нас протянули 3 много нестандартный пойдет круг выпускаем закрылки до обороте и добавляем сразу же обороте кида добавляем после этого идем со скоростью 260 у нас 220 все давай со снижением к дальнему дальние должны пройти на скорости 260 на высоте 260 с рассчитывай так живишь как у тебя высота падает а до дальнего еще грёбаный компот ехать поэтому чуть-чуть снизь да там полметра 1 метр но так чтобы пройти 260 260 я чуть-чуть не хватает скорость договорились что будем по скорости и куда-то нас влево уносит оклад дальний посадки готов конвейер и на полосу до попой на полос вдоль оси откуда он откуда ветер у него скорость растет и должна падать до 230 должна быть отдали над ближним а у нас чтобы 270 и растет и значит много оборотиков тебя как считаешь а прибрала надо очень очень немного ты прибрал потому что скорость 270 так и осталось а вот он ближе давай скорость высоковато лучше уйдем на 2 чтоб не налаживать нам неправильных этих господи докладывай с проходом к первому увеличим обороты убираем шасси переводим в набор переводим куда-то куда-то от закрылки сами ушли да надо потренироваться нет-нет-нет-нет я убрал я убрал хорошо скорость растет до уже 400 сейчас мы дожди догоним 112 поцелуемся с ними так думаю с такой-то скорость и оборотиками ты должен уменьшать до углом набора не забываем обороты у тебя должны быть наборе достаточно чтобы самолет мог в случае чего остановить свою скорость поэтому набором углом чем-то дал первому 600 вот и и до 600 создаваясь с этим с посадочной будем идти не будем лево куда-то уходить давай сейчас я попробую сам давно не летал доклады механизация вся на тебе соответственно а где у нас 112 так все забрали суток арте в 10 он слева прям ну лучше конечно да по карте это так 90 градусов закладывает на первом 600 да я его вижу так 8 8 8 8 сейчас можешь на бороде посмотреть пример танкажа крена до зелененькая горит вот сейчас значит что он у тебя в нейтрали до этого он у тебя был куда-то заведен может быть это тебе мешало я не знаю куда-то ты короче нажал может быть охотки до случайно тоже бывает давишь вроде вверх а паразитное давление там лево-вправо присутствует вот отсюда я пытаюсь смотреть уже на улицу да я вижу вот эту улицу выравниваю с левым бочком к ней и стараюсь держаться на ширине круга обрати внимание да мне сейчас нифига же не посадочный я выхожу на ширину круга а что делать промазал с расчета этот крен возможно держал возможно ветер меня задавливает внутрь круга да то есть слева если ветер в данном случае сейчас справа но это не страшно ничего страшного главное что мы идем в разрезе до этого круга на установленной ширине все остальное фигня как ты сюда вышел ну желательно конечно выдерживать параметры но наверное можно если так сказать победитель не судят в авиации но главное что я сейчас идут коррект да то есть там ширина круга там 6 6 половиной километров вот я вижу этот населенный пункт от которой левее а сейчас на 11 на пол двенадцатого по часам если смотреть вот отлично и дашки там да иду на север на его северной экран для меня это просто клякса на земле да такая ярко заметной тем более зимой вот я подхожу уже отлично подхожу к траверсу центра полосы готовлю выпуск шасси ввожу обороты 80 держу в горизонте да то есть я узнаю что если обещаю обороты мне что самолет начнет проседать мне приходится его подтягивать есть 200 330 выпускаю шасси ты в смысле выпускаешь все кнопку шасси нажал сразу же обороты 90 раз два три 4 триммером шлепнул все иду также стараюсь идти также в горизонте и жду пока скорость сама собой упадет до 300 километров в час все вот она это северная окраина да вот я мы над ней прям проходим если сейчас призумишь эту лесополосу увидишь что прям практически носом идем на эту электростанцию да то есть ее тоже там видно хорошо если приглядеться если знаешь предположительно где она находится то в принципе ее хорошо видно а ты знаешь куда посмотреть видишь ее это здание такое белое здание возле вот лесополоса идет слева направо впереди с чуть-чуть правее и вот мы прям правым бортом будем сейчас чиркать по этой но по этой блять скажем так электростанции и на самом деле я участвую на курс обратный посадочный вообще не смотрю почему потому что я знаю ориентиры у меня полет по кругу полет по кругу это полет по визуальным ориентирам мне похеру куда там показывает курса задачи там арка я узнаю что сейчас жопа моя проскочит мимо вот этой дороги да я буду запрашивать на третьем потому что докладывать потому что визуально это мой ориентир и я должен уметь сажать именно визуально почему потому что арка например может отказать искра может отключиться и так далее все вот дорогу я прошел доклад у них весь закончился мы докладываем на третьем шоссе выпустил конвейер давай оп давай докладывай я забыл тебе кнопку нажать рассказывать шоссе выпустил конвейер сань надо выучить короче сань я забыл тебя кнопку нажать сижу здесь рассказываю все и понимаю что ты меня не хрена не слышал ладно эти потом еще раз расскажу короче суть была в чем до рассказа то что я видел все ориентиры и летел по ним на курсозадач на гмк да да на пнп там да я на него вообще не смотрел почему потому что я вижу ориентир я и по нему лечу все вот она вышла на тридцаточку убираю оборотики 85 выпускаем закрылки дай закрылки пошли я сразу же тренирую сразу же тренирую вниз пошел на снижение готовлю снижение вижу падает немного скорость убавляю 90 и смотрю дальше за скоростью за скоростью на полосу за скоростью на высотомер за скоростью на вариометр на полосу да то есть определяют этот момент вывода ввода ввода вернее в четвертый разворот вот они эти пять метров они у нас держатся с тобой тренировался после выпуска до скорость немножечко подросла окей я подсбавлю вот он он начало четвертого определил его начинаю вот я не помню если честно сейчас какая у нас ветер немножечко мне это сбивает ну судя по тому как сносит наверное все таки слева чем у нас тогда с тобой влево сносила я хвозе все вывел из 4 выпускаю закрылки до скорость начинает уже падать закрылки 44 пошли пошли отлично и сразу же 95 обычно начинают 95 но скажет как каждый круг он похож друг на друга да то есть если первый там был 95 и мне это помогло значит нормас если первый круг там мне не хватило значит надо немножечко но при убрать например да ну и все по текучке все по по скажем так по ситуации под ситу и вини да то есть это я вижу мне двести шестьдесят двести шестьдесят отлично значит так и идем докладываем дальний посадки готов конвейер это 110 до квитанцию все я иду смотри у меня обороты как стояли на статы так и стоят а скорость потихонечку падает почему потому что ты начинаешь как бы немножечко сглаживать уменьшать уголок да и она сама падает он того в этом вся фишка но значит где-то 92 можно и наилучших наших выключенах эту посадку вот он ближе не прошли все готовлюсь готовлюсь к посадке контролирует скорость скорость высоковато поэтому убираю чуть-чуть раньше обороте до высота чуть-чуть великовато это все моменты которые мы должны исправлять и вот он у нас торец порядка двух метров двести десять мы прошли начинаю выравнивать выровнял начинаю свистеть свищу 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 подтягиваю 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 выровнялся вот она посадочка опустил носик сразу же контролирую направление убираем закрылки двадцать пять ты уже убрал мир надо и вывожу обороты максимал жду скорость от 300 130 140 подошла я уже тяну ручку начала поднимать встретил на посадочном взлет на посадочном и зафиксировал вот она сама оторвалась и дергаю не вверх не вниз не влево не вправо держу параллельный отход ушла полоса убираю закрылки так закрылки господи ты понял до шасси царя продолжая с набором 280 убираю закрылки я говорю ты убираешь 320 убираю обороты 100 все и также с наборчиком скорости с набором высоты иду прямо давай сейчас ну давай не сейчас на обратном посадочном а готов давай отдаю тогда забирай вот куда ты полетел давай сразу вверх отлично скорость смотрим до затягиваем вверх не обороты а носик вверху наоборот обороты 100 у тебя до 600 сейчас убирая обороты и опускай нос обороты 85 нос горизонт оп зафиксировал и жди пока варе вот и вариометр тебе подошел к нулю понимаешь то есть все ты нормально идешь по кому не доложили ни хера нос опять вниз куда-то пошел вот только начинаешь вводить сразу нос убежал вниз примеру его как тебе удобно если ну окей давай идеале конечно да тримировать уметь любой ситуации ну по крену я здесь не рекомендовал так скажем при полете по кругу по крайней мере подскажу очень помогает все тренировали еще ручку опустил вот у тебя немножечко вниз на это не страшно такие паразитные как бы вверх-вниз до обороте смотри скорость вверх-вниз ты можешь парировать легко ручкой прекрасно то верующих отпустил прекрасно вы видишь потом из крена обороте этот кренчик смотрел мы сейчас не попадем створ носик выводишь из крена до встанешь на обратный посадочный перри тренируешь потому что у тебя меняется уже сумма сил всех да то есть у тебя была сумма как ну подъемная сила в сторону направлен будет направлен строго вверх значит она подрастет чисто по теории наверное надо быть немножечко его снизить носик но это уже посетую и не как она будет носик снижением пошел и вот ты опять выходишь на обратный посадочный и смотришь на тот населенный пункт который мы должны пройти с тобой с краешку северного края по нашему полету по правом правом крае близко сильно влево не забирай куда-то тебя понесло опять все у тебя должен быть 350 600 горизонт 350 600 горизонт смотрим влево полоса торец еще далеко 350 600 горизонт вот так идешь чуть-чуть даже наверно левее чуть-чуть там 1 2 градуса нет левее чуть-чуть ты идешь в пределах но вот чуть-чуть ты должен задевать этот населенный пункт с этими деревушками это вот так вот дальше подправишь уже по электростанции то есть тебе по сути не надо смотреть на курса задач и летишь визуальный круг и должен все эти визуальные ретиры хорошо видеть знать и понимать потому что я говорю в любой момент я может отказать тот или иной прибор сейчас тебя правее да то есть выравниваешься а где-то на обратно посадочный а в любой момент у тебя могут отказать там тот или иной прибор должен смочь вернуться готовишь выпуск уже до 6 носик вверх скорость растет а должна падать почему потому что нос у тебя был ниже горизонт ты как будто с горки катишься разгоняешься 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 все у тебя шасси же выпустил почему обороте не добавляешь тренируйся опять вниз полетел тренируйся 90 должен опять опорные обороты 90 от этого уже пляшешь в зависимости от погоды и так далее крен у тебя какой-то есть чуть-чуть вот она эта электростанция справа идет идем нормально ширине круга плюс-минус там 300 метров все в порядке чуть-чуть вправо бы дал уверените вот этот паразитный крен есть чтобы не все заужать круг был вернее к выразить вот таким макаром мы идем все сейчас дорога под жопой пройдет можно уже докладывать это если мы идем визуально да то есть мне пофиг что показывает рк я знаю что вот в этот момент я нахожусь на 3 часто он доложит и закладываю на третьем жаси выпустил конвейер это будет кстати предпоследний то уже все горизонт 330 но 30 300 горизонт 30 300 горизонт не выдергивать сильно ты выдергиваешь и сейчас вниз будешь дергать пробы как бы двойными качками качку то есть дал на себя два миллиметра полмиллиметра вернул дал он себя три миллиметра один миллиметр вернул посмотрел как она себя ведет то есть как бы она не машина так выводим из 4 видишь от перед нами ладно сейчас не покажу наверно долго слишком тебе для тебя убираем обороте 85 уже до давно стоят у нас мы сейчас не сможем выпустить закрылки потому что ты еще и в разгон лупанул со скоростью минус 12 метров в секунду закрытки выйти не смогут скорость больше 310 высота уже минус 5 минус 100 выпуская закрылки 85 переводим снижение скорость 270 сейчас можно уже водить 4 не надо резкой водите плавник вот все за зафиксировал и смотришь как ты успеваешь успеваешь надо добавить не надо добавить забываем что ветер счастлива у нас дует почти под 90 градусов все вот выводим таким макаром контролируем что что мы снижаемся скорость 280 да у нас 270 уже пускаем закрылки сразу же 93 94 процента и снижаемся не набираем высоту и набираем высоту снижаемся куда летим краснодар сажать вот это все конечно надо вот прям не отрывая от земли мы идти идти мимо полосы вот я например вижу сейчас докладываем дальник посадки готов обороты высокие ты видишь скорость не падает и должна быть уже 240 хотя 270 растет добавляй обороты 90 ставь сейчас начала падать не надо занижать леса до не надо его пить его так должен идти надо стараться пройти его там ткнуть его вниз а то можно наезд из земли обороты не трогай до чуть-чуть подтягиваем потихонечку за вот она начинает у тебя снижаться высоковато все равно до 210 должна быть убираем обороты в газ подводишь посадочный угол не забудь сейчас съедем очень большая проблема у тебя вот с выходом створ ну для меня это как бы вещь такая необычная да я не понимаю как объяснить но мог бы я конечно объяснил но надо значит тренироваться других способов нет и посоветовать нету 120 обороты 100 до 300 350 должна быть или 300 320 же доклад должен быть и 300 прошел куда затянул так ручку вверх и 310 уже скорость высота уже 500 когда накладывать бы 100 100 100 100 8 понял 100 8 понял то possiamo 140 800 5000 килограмм 500 100 100 500 400 куда-то куда-то сейчас смотрел что прощелкал высоту я просто долго молчал хотел понять как скоро ты это заметишь сейчас не замечаешь что мы не сойдем куда ты смотришь сейчас мне просто надо понять что его час опять вниз идем замечаешь и мне просто интересно на что ты распыляешь свое внимание чтобы как бы ну хотя бы понять стоящие это вещи или нет ну какую-то альтернативу этому привел сейчас опять вниз уходит почти стоим лет почти это почти свет у нас горит а ладно включать ясне что мы так долго летим уже со скоростью 320 310 я думал ты готовишь шасси или ты просто прощелку просто готовить надо почему это критично потому что сзади самолет не знает с какой скоростью ты летишь который за нами идет он будет лететь с установленной 350 у тебя скорость будет не 350 до определенного момента 310 потому что начал готовить еще с ближнего торца и он тебе постепенно постепенно будет догонять и в итоге на глиссаде либо его либо тебя кого-то отправят на второй круг то есть чревато это вот этим потому что когда у тебя будет 260 у него еще все еще 280 и так далее то есть у тебя постепенно постоянно вернее будет догонять а рп тоже не знает что это скорость занижаешь и он будет рассчитывать что вы все успеваете потому что идете в установленных режим скорость должна быть 300 до горизонте нас 340 почему потому что носик был просадка вниз он никак не может упасть уже прошли 3 до визуально если можно докладывать запрашивать без конвейер нет без конвейера даже пять кругов и один я пролетел вот и 4 летишь носик лишь опять убежал чем чреваты носик вниз потому что разовьется скорость мы не сможем выпускаем закрылки носик выводим пускаем закрылки приводим на снижение и смотрим скорость да она уже 260 почему потому что оборотики должны быть поболее скорость еще 270 должна быть 280 таблица скорость 270 до сих пор скорость 270 до сих пор тебе и говорят а что говорят он тебе что-то сказал переспроси если не понял продолжает свое задание переспрашивай всегда сначала увеличиваешь оборот и потом убираешь шасси переводишь набор по чему нас отпустил на 2 отправил видишь со 105 какая-то херня творилась же не мог дозваться 105 вон перед нами садится хер его знает машин сейчас расхуячиться то нет смотри как мы выходили в торец да почему так я но я не могу тебе ничего посоветовать даже как бы ну полоса перед тобой ты видишь что ты идешь левее либо видишь либо не видишь сейчас мы еще вот не надо на карту смотреть надо блять лететь прямо ты ты понимаешь что тебя все куда-то уводит зачем ты эту карту вообще включаешь для чего свет выключи все поехали 1 первые первые санты чё на карте опять же сказал выполняйте первых вот так выходил всегда разворот сейчас идешь ну смотри как хорошо чуть-чуть пока оборотик вниз пошел стоило тебя похвалить все ты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова наоборот у тебя 85 как были так и остались модель дарова и не первый раз наверно согласен очень узко мы с тобой идем и все равно тебе куда-то влево 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 и прям рядом с нами где-то блять породики так что у нас с третьим 30 300 горизонт вот он идет рядышком кстати по закрылкам я помню сам первые свои уходы на второй по крайней мере к с смысле я то свои помню только в дкс очень быстро сука она набирает и не успеваешь реальных убирать 85 закрылки снижение снижение закрылки потом снижение иначе ты сейчас разгонишься они у те хрен выйдут все вот они вышли ты спарировал и снижаешься 208 скорость до поставил 45 метров в секунду и смотришь за скорость она падает наверно надо добавить углов ловить окей то есть я могу убрать шоссе да и сразу переводить в набор по сути чтобы она сильно не росла окей так уже 6 то надо 45 расчелкаем сейчас 4 сайт и пытаясь бы за развернуться быстрее видишь ты почему-то тянешь на себя 7 это не прибывали от тебя скорости так скорость смотри сейчас уберутся закрылки хиром и мы с тобой пизданёмся закрылки выпускаем сейчас как ух как взмоет потому что скорость была охеренная и куда мы летим на полосу не смотришь я так понимаю правильно мне надо понять куда ты при этом смотришь серьезно я вот это я тебе про педали привел пример ну вот она устойчиво вот это мнение так и складывается и на что-то очень сильно отвлекаешься на что я понять не могу докладываю 203 с кого то мы идем почему я помню что но если мы идем со скоростью 260 убрать шоссе и сразу можно переводить набор и вот сейчас саня сейчас ты должен смотреть только на полос ты даже уже на приборы не можешь смотреть скорость очень высокая очень высокая скорость убирай в ноль и задавливая ее вниз очень жестко почему потому что не подбирал на себя она у тебя просаживается ты не подбираешь так все нормально тем сейчас едем куда ты побежал ты не пойму у нас посадка оба еще задание не знаешь каждый наш с тобой проход который мы уходили со вторым на второй круг это значит что был круг то что ты не сел это проблемы шерифа и как на индейцев я вас до сих пор еще максимал до сейчас скорость начнет резко падать потому что у тебя очень большой угол ты же убрался максимал вот я уже 330 на 300 на 300 должен был доложить 1 уже на 600 то что мы запишем у один круг я понимаю лишь не могу с ним здесь до 8 утра летать время полета то у него тоже ограничен если я правильно понимаю фары уже почти сейчас с ним гоня один круг летал часто огонь хочу кстати для летчика более интересно для статистики можно если так сказать взлет-посадки или все-таки время налета я знаю что например у гражданских лишь по количеству взлет-посадок они как бы ограничены в месяц на не надо сильно закладывать нормально выйдешь за 5-10 градусов начинаешь вывод ну вывода начинаешь это не выводишь а начинаешь то есть тихонько тихонько выбираешь крен часто уйдешь широко вместили с тем проблем особенно у тебя то есть по кругам гонять постоянно с ребят скорость у нас опять 330 чему-то ну слушай ну тут уже шесть скоро ёпта так и ёпта я тебе объяснял что через 20 секунд за 20 секунд тебя уже догонит сзади идущий самолет ты должен только вот сейчас начинать подготовку выпуск шасси это значит только сейчас ты должен был идти даже не сейчас а вот только только подходим траверсу центра полосы ты до сих пор должен идти на скорости 350 мы до сих пор идем на скорости 320 и вот в этот момент ты должен убирать только начинать убирать обороты 80 то есть сзади кто идет он нас очень быстро догонит террасия разброса 400 800 но выпустил сразу обороты горизонт узко идешь я 260 должен быть 267 это посадочный плюс еще ветер нас гонит влево сейчас с правой борту еще плюс ветром сносит убирает 275 я 265 сейчас вон вижу тебя справа это электростанция нет маленькая зданица высоковольтка идет ешь хорошо должен его так вот вот и прям правым бортом должен чиркать вот эту вот херовину сейчас уже не надо как сейчас уже как идем а ты в это в больничке был у нас конвейера саша мы уже летим лишние круги окей заход он тебе дал восьмой понял восьмой понял восьмой понял выводишь вывести должен в горизонте выводишь сначала выпустить сделать обороты 85 выпустить закрылки после этого перевести его в снижение не 70 сань не 70 не малый газ куда сейчас у тебя скорость уже 250 должна быть 280 куда еще там 90 ставь 280 должна быть сейчас у тебя скорость до четвертого разворота не в то место мы идем сейчас в этом чуть раньше начнешь проводим вводим я так сказал только не надо так сильно ты сейчас опять уйдешь куда то левее я не понимаю как ты же ты вижу видишь полосу правильно выходи так рули влево вправо креном так чтобы вывести именно хоть и один градус тебя пусть будет ты должен выйти в створ поглядываешь на скорость до 94 у тебя уже почти процентов у тебя скорость растет сейчас берутся нахер и про закрылки высоко идем сейчас уберутся закрылки если ты от себя будешь тыкать к ручку это скорость 300 у тебя уже закрылки должны 44 идти обороты где 260 у тебя сейчас скорость она должна падать много 95 ставь 93 опять идем куда то влево четко в створ створит должен быть скорость не падает 230 уже должна подходить 230 и 260 не задавливай ее вниз куда ты ее вниз на забор летишь выше лети выше лети так вот иди вот твои 210 и подошли убирай обороты и выравнивай только не взлетай больше угол посадочный не забудь подтягивать очень жестко получается в конце в самом ты вроде все подводишь все хорошо но этот посадочный угол ты не выдерживаешь но не создаешь поэтому мы жестковато хлюем ну касаемся на задние ноги а ну он пишет я еще жестких не видел поэтому наверно плюс-минус нормас то есть ты это выровнял у тебя все хорошо вроде бы ты да вот сейчас прошли мы торец там 210 скорость и выровнял ты вроде и выдерживаешь и вот в момент когда начинает проседать ты потихоньку потихоньку прям по мере по миллиметрику на себя подтягивай если не дай бог ты перетянул и видишь что она начинает замывать задержал только не от себя делает задержал не надо от себя так увлечь включаем свет докладываем освободил 180 понял то есть и вот этот момент если ты еще хотя бы на 2-3 градуса приподнял нос ты бы коснулся прям чиркнул я полосу это опять же придется мне больше всего беспокоит это твое неправильное распределение внимания да то есть обороты при минимальном на малый газ то есть я не понимаю ты вроде как идешь нормально нормально потом раз куда-то тебя понесло 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 кому-то но выпивший мужик за рулем выпивший мужик за рулем засыпает так раз на руль на руль на руль на руль да вот наклонился раз очнулся дерг на себя блять раз выскочили опять на 600 ну и по-моему ни одного сегодня первого не сделали на установленной высоте почему то есть куда-то вот это но прозвучит как отмазка но действительно очень плохие круги и наверно хуже одни из худших в моей практике последний я у меня есть предположение да есть предположение то что из-за голоса должен слушать и не давай ей останавливаться не отдавай останавливаться пускай едет пускай едет не прям пускай едет сейчас зажимает тормоза чик все отпустил вот она выровнялась убираешь обороты теперь она пойдет плюс-минус тебя по оси но на возможно я не знаю ну блин молчать я тоже не могу ты живи куда-то все равно тебе уводит не совершенно верно не надо там молчать надо привыкать в любом случае то есть у тебя должно быть все бегло и как я тебе сказал по приборам ты бросил взгляд у тебя все равно ну можно так сказать фотография останется вот этой штуки да то есть приборной доски и ты уже визуально даже определить должен сколько у на скорости и видя даже шкалы да по углу отклонения там я не знаю этой стрелки то есть с практикой я думаю ты придет чем дольше ты будешь практиковаться тем но точнее всего-то это фигня будет то есть ты бросил взгляд все нормально бросил делать все нормально и всегда смотришь на полосу особенно после четвертого всегда контролируешь в створе ты или не в створе скорость угол высота скорость угол высота Вот это твое главное действие твои, так скажем. А скорость, это очень важно, как не прощелкать, так и не перебрать. Иначе можно либо не долететь, либо взмыть и жестко коснуться. Сколько кругов? Ну, это уже второй, по-моему, разлет, или третий даже. Десять, наверное. Первый разлет весь я летал, наверное, у него не получалось. Вчера, в субботу он пять отлетал. Но лучше, чем сегодня. Вот сегодня еще. Я понял, около пятьдесяти, наверное, надо посмотреть. Ну, сегодня, с сегодняшними вместе. Это я имею в виду чисто на УТЦ, а как он там тренировался, дома не тренировался. Думаю, должен. Самостоятельного первые восемнадцать. Так, не разгоняйся, нам надо вот за этим бортиком проехать, помнишь, да? Аккуратненько. Не давай, полностью останавливается. Зажал уже, вот отлично. Качнул, дал ей импульс на разворот. Вот она пойдет, только под прямым углом, не к оси. Прямой угол, оп, и туда поехал. Доехал до туда, оп, на девяносто градусов. Ты же как будто бы в армии. Самолет там а-ля для военных курсантов. По-моему, восемнадцать у нас по кулпу до первого самостоятельного, до первого проверки самостоятельного. Если готов, то пошел, если нет, то нет. То дальше продолжаем с второй кабиной контролить. Здесь, видишь, тоже контролить, я не могу просто так схватить, да, у меня. Хотя, хотя почему нет. Главное, ей не давать останавливаться, да, получаться будет рулить. Да, кстати, это прочувствовал. Хорошо, если не даешь... Сейчас, да, педальку просто дай левую, она сама вырвется, даже без тормоза. Тормознул все-таки. Ага, не выдержал. Так, куда вставать? Куда? Какой у тебя борт? Туда и вставай. У тебя второй борт, вторая стоянка. Вот у тебя второй отбойник оттуда. Оттуда, второй отбойник. Мы сейчас у четвертого. Окей, да, возможно, я просто тринчу слишком много. Окей. Да, согласен. Да, хорошее замечание, кстати. Ну, да, да, да. Попробуем. Классно, кстати, да, подметил. Я сам уже сейчас мне сказал, что, говорит, голос сбивает. Я понимаю, что я реально не затыкаюсь. А еще плюс лаги по связи, скажем так, да, то есть у нас картинка может уже пройти, а он только звук мой до него доходит. Конечно, это его еще больше с толку сбивает. Короче, не страшно, да, если он... Ну, чуть-чуть еще пару плит проедет. Ну, вот одну плиту. Сейчас у тебя стоим трещины, к следующей трещине подъедет. Хотя, вроде, и тот так же стоит. Все, вот здесь останавливаюсь. Проеду. Так, кстати, блин. То есть еще раз, да, все, иначе... Ну, ладно, не страшно, давай засекаешь две минуты, остужаешь. Все пока АЗС выключаешь, кроме АЗС двигатель и САРП и аккумулятор. Две минуты остужаешь, потом двигатель стоп и выходим. Он должен пощупать сам все, а ты посмотри, насколько он поздно реагирует. Ну да, блин, окей, я почему-то, я не знаю, меня видишь, меня особо так никто не учил. Да, давай, Дискорд. Да, давай, 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 давай. Сань, ты сейчас в Дискорд тогда зайди, и там Дэн у нас, он, если что, нам сейчас подскажет наши ошибки. И мои, и твои. Да, я там. Так, чё, я тогда заканчиваюсь, ребят, побежим тогда на разбор быстренько. Запись я на YouTube, наверное, выложу, пусть фиг с ним. Но, если что, подписывайся, кто не подписан, буду либо здесь, либо там, либо там и там одновременно. Но бывает, видите, так, что Twitch не требует никаких особых настроек. Кнопку нажал, и стрим пошёл. А на YouTube надо чуть-чуть плясать там с бубном. Вот, поэтому, возможно, будет, что трансляция будет только здесь, там только запись. Прощаюсь на сегодня. Спасибо всем, кто забежал. Дэну огромное ещё раз спасибо. Сейчас ещё увидимся. Сейчас пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»